Если меня слышно, хорошо слышно. Добрый день. Все, замечательно. Замечательно. Вижу, что меня слышно. Рада вас всех сегодня видеть. Разрешите представиться. Меня зовут Анастасия Мухина. Я являюсь представителем туроператора «Шелковый путь» в городе Яшкар-Ала. И сегодня я бы хотела поговорить о турах в Республику Морелы в городе Яшкар-Алу в сезоне 2020. Прежде всего, давайте познакомимся с нами. Туроператор «Шелковый путь». Вот здесь на слайде представлена фотография нашей команды. Наш руководитель Ансар Зинурович Даминов. И мы, наша команда, которая обрабатывает ваши заявки, которая составляет программы, отвечает на все ваши заявки. Для начала я хотела бы сказать, что туроператор «Шелковый путь» – это туристическая компания, которая появилась на рынке тур-услуг в 2004 году. Как туроператор по внутреннему и въездному туризму мы работаем с 2016 года. Мы работаем в Яшкар-Але, Республике Морел, Приволжском федеральном округе в таких городах, как Чапоксары, Казани и Нижний Новгород. Мы помогаем туристическим компаниям получать довольных туристов, восторженные отзывы и повторное обращение к вам. Встречаем каждого нашего гостя как родного и сопровождаем полностью с момента появления в нашем регионе и до момента его отправления на родину. Ну и когда ваши гости, когда ваши туристы приходят к вам в туристическое агентство или в туроператор, мне, наверное, у них всегда возникает вопрос, а зачем мы должны поехать в Яшкар-Алу и в Республику Морел? И сегодня в нашей презентации я бы хотела осветить шесть основных причин, зачем вашему туристу ехать в Яшкар-Алу и в Республику Морел. Ну а для начала давайте посмотрим видео о Яшкар-Але. Здравствуйте, меня зовут Анастасия Мохина и я аккредитованный экскурсовод в городе Яшкар-Але, столице Республики Морел. Несмотря на то, что народ Морел называют последними язычниками Европы, и у нас в Республике до сих пор сохранились молильные рощи, где проходят традиционные моления. Национальная религия народа Мори и православие в течение долгого времени сосуществуют вместе. Сейчас мы с вами находимся на Патриаршей площади. Это главная площадь нашего города. Здесь мы проводим наши праздники, здесь мы устанавливаем удивительные рекорды. Самый большой бутерброд, самое большое эскимо и самый длинный куриный шашлык. А еще здесь находится главная достопримечательность, символ нашего города. Уникальная динамическая скульптурная композиция «Вход Господень в Иерусалим». Сама композиция ознаменует вход Иисуса Христа вместе со своими учениками, который произошел в Иерусалим за неделю до Пасхи в день верного воскресения. Появилась эта композиция у нас в городе 4 ноября 2011 года, в день рождения республики. Создана она была у нас в Ешкарале, в ПГТУ, Игорем Кудрявцевым вместе со своими учениками, в лаборатории «Мехатронная система». Все скульптуры динамичны, выполнены в человеческий рост. Масса всей этой композиции более трех тонн. Уникальность состоит в том, что более 20 элементов композиции управляются от одного привода и движутся каждый по своему закону. Аналогов подобной композиции в мире не существует. Выход апостолов можно увидеть каждые три часа. И здесь, на Патриаршей площади, собираются туристы, для того, чтобы все это посмотреть. Приезжайте и вы в Ешкаралу. Поверьте, у нас есть чем вас еще удивить. Итак, коллеги, мы немножко познакомились с Ешкаралой, немножко увидели основную достопримечательность нашего города. Ну и, во-первых, когда к вам приходят туристы, всем хочется знать, где же находятся Ешкарала и республика Мариел. А может быть, не все знают, но мы находимся практически в центре России, всего лишь в 800 километрах от Москвы. Помимо этого, 150 километров от Казани и 90 километров от Чебоксар. Это очень удобно. Когда мы делаем наши комбинированные программы с этими регионами, то туристы могут приехать в Чебоксар или в Казань, и оттуда мы их забираем на легковом автомобиле либо на комфортабельном туристическом автобусе, если эта группа большая. Помимо этого, у нас ежедневное железнодорожное сообщение с Москвой. И авиасообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Ну и основные причины, зачем вашему туристу ехать в наш прекрасный город. Во-первых, это познакомиться с нашими уникальными динамическими скульптурными композициями. Первую, «Вход Господень в Иерусалим» вы только что видели на видео. Но помимо этой композиции, есть у нас еще одна динамическая скульптура. Называется она «Явление Божьей Матери Троиручицы». Вот здесь на слайде сейчас вы можете увидеть фрагмент. Находится она на одной из площадей нашего города, площади Аболенского-Нагадкова. Появилась она раньше, чем апостолы, в 2007 году. И каждый час туристы могут увидеть с 9 утра до 9 вечера, как ослик несет на себе икону Божьей Матери Троиручицы. Поверьте, зрелище действительно тоже впечатляет, и туристы остаются довольны посещением этой достопримечательности. Следующая причина, по которой вам нужно посетить наш регион, это познакомиться с нашими гастрономическими музеями. Вообще, Ишкрала славится своими музеями, которых у нас более 15. Это и большие государственные музеи, и маленькие частные музеи, и особенно хорошо у нас в городе гастрономические музеи. Так, например, прекрасный музей сыра. Вообще, наш регион славится своими сырами. Есть у нас прекрасный Севернорский сырозавод, так вот, продукцию Севернорского сырозавода знают не только в России, но и за границей. А так, например, их сыр Турне подается в посольство Франции в Москве. Это козий сыр, и в музее сыра у туристов есть возможность познакомиться с сырами Республики Мэриэл, узнать, как составляют сырные тарелки, ну и, конечно же, приготовить свой собственный сыр. Помимо музея сыра, еще один гастрономический чудо-музей – это музей шоколада. Музей появился в Яшкар-Але не так давно, буквально несколько месяцев назад, но уже завоевал любовь всех туристов. Его еще мы называем музей хорошего настроения. Я думаю, что все знают, что шоколад вырабатывает эндорфины, гормоны радости. Находясь в этом музее, запах шоколада просто умопомрачительный, и каждый турист выходит в хорошем настроении после этого музея. В музее рассказывают о происхождении шоколада, показывают настоящие какао-бобы, рассказывают, какой шоколад может быть, а какой не может, показывают сам процесс приготовления шоколада, но и в конце, конечно, каждый турист делает свою собственную плитку шоколада. Помимо этого музея, есть у нас еще один интересный гастромузей, который тоже появился не так давно, это музей Ёшкина Кота. Там мы также проводим различные программы для туристов, всевозможные гастроквесты, дегустации нашей местной продукции, дегустации чаев с вареньем и медом. Поэтому гастромузеи у нас в городе действительно могут удивить самого взыскательного туриста. Следующая причина, по которой нужно посетить Ишкаралу и Мариэл, это познакомиться с народом Мари, которых называют последние язычники Европы. Да, действительно, основная религия нашего народа, это традиционная религия народа Мари, язычество. У нас в республике до сих пор сохранилось более 600 малельных рощ, около 100 из которых действующие и охраняются государством. И вот познакомиться с культурой, историей, этнографией марийского народа можно в наших музеях, которые бережно хранят всю информацию. Это в первую очередь Национальный музей имени Тимофея Евсеева, в котором находится более 270 тысяч экспонатов, связанных с Марийским краем. Это Национальный театр имени Майорова Шкетана, где профессиональные артисты рассказывают туристам в песне и танце о культуре марийского народа, где знакомят их с традициями и бытом, где показывают национальные инструменты. А самыми интересными марийскими инструментами являются волынка, то есть представьте себе здесь, в центре России, настоящая волынка, и гусли или по-марийски кюсли. Раньше, например, ни одна девушка марийская не могла выйти замуж до тех пор, пока она не научилась играть на гуслях. И вот в этом театре мы рассказываем и показываем все эти программы. Ну и, конечно же, в нашу прекрасную Национальную художественную галерею, в котором представлена экспозиция картин марийских художников. Следующая причина, по которой нужно посетить Ишкралу и нашу республику, это побывать в театре оперы и балета имени Эрика Сапаева. Один из самых прекрасных театров нашей страны. Новое здание театра появилось в 2014 году. Только натуральные материалы использовались в его строительстве. Натуральный мрамор, сусальное золото. Но, безусловно, главной изюминкой этого театра является орган. Таких органов в России всего три. Орган французской компании «Кернес и Новья». И вот когда туристы приходят в этот театр, во время экскурсии их проводят по залам театра, и в течение 15 минут органисты играют на настоящем органе. А потом у каждого туриста есть возможность по желанию задать вопрос о происхождении органа, о том, как извлекаются звуки органа, то есть о том, о чем он хочет. Следующая причина, пятая причина, по которой обязательно нужно побывать в республике Мориэл, это попробовать национальную марийскую кухню. Кухня наша действительно очень интересна. Много национальных блюд, много различных вкусностей. Ну и самые необычные блюда – это пирог «Горномарийский кровец», который с 2018 года является брендом нашей республики. Этот пирог изготавливают из различных видов мяса и крупы. Помимо этого, есть у нас также национальные блины, командные уна трёуслойные блины. Вот вы сейчас на слайде их можете увидеть. Готовят из трёх разных видов теста, которые не смешиваются. А ещё у нас есть марийские подкоголи. Чем-то они напоминают марийские вареники или пельмени, но отличаются от них. А чем, сможете узнать, когда приедете сюда, в республику Мориэл. Мы настолько любим нашу кухню, настолько любим наши национальные блюда, что несколько лет назад устанавливали даже в одном из кафе рекорд по приготовлению самой высокой стопки блинов «Каман-Мелна». А ещё у нас в городе есть памятник, памятник подкоголю, тоже расположен в одном из кафе города. Поэтому, я думаю, кухня должна понравиться и вам, и вашим туристам. Ну и, наконец, заключительная причина, которую мы для себя выделили. Зачем побывать в Ишк-Короле? Для того, чтобы присесть сюда на лавочку вместе с Ёшкиным котом, символом нашего города. Посидеть с ним, просчитать ему на ушко желание потереть лапку. И, как говорят туристы, желание обязательно сбудется. Все эти достопримечательности, все эти музеи и театры мы включаем в наши туристические программы. А теперь немножко поподробнее, какие туры мы организуем для вас и ваших туристов. Мы организуем туры для организованных групп, туры для школьников, сборные экскурсионные программы и программы для корпоративного сектора МАИС. Немного поподробнее о каждом из этих туров. Ну, во-первых, туры для организованных групп. Очень много туров на нашем сайте представлено. Один из самых интересных и любимых туров туристов – это гастротур в Яшк-Королу «Попробуй Яшк-Королу на вкус». Я бы сказала, что это очень активный, динамичный тур. Тур на два дня, когда туристы приезжают в Яшк-Королу и проводят полностью два дня в нашем городе. Литмотивом всего этого тура является гастрономия. То есть у туристов есть возможность побывать в гастрономических музеях нашего города. Также для них мы организуем большой мастер-класс по приготовлению блинов «Каман Милна». Они узнают все тонкости, секреты, как приготовить эти блины. Угощаем нашим чаем, Иван-чаем, кипреем, который в самых экологически чистых районах нашей республики собирают. В этом же туре туристы расписывают пряник «Ешкин кот» и потом забирают его с собой. А еще в этом туре мы приглашаем туристов на настоящую пивоварню. У нас в городе есть небольшая пивоварня, частная мини-пивоварня. Вообще пиво всегда было связано с марийским народом. Пюро – напиток, который раньше употребляли на всевозможных праздниках. И мы тоже знакомим с этим напитком в этом туре. Туристы приезжают на пивоварню, им рассказывают, как приготовляют сейчас пиво. И обязательно происходит дегустация современного пива. А еще в этом туре мы предлагаем посещение кумысной фермы. И туристы пробуют настоящее кобылье молоко. Этот тур очень активный для любителей мастер-классов, для любителей всевозможных активностей. И туристы, когда посещают этот тур, им действительно очень нравится. У них есть возможность не только посмотреть на Ишкар-Алу, но и познакомиться, попробовать ее на вкус, попробовать разные оттенки и вкуса нашего города. И после этого тура туристы действительно влюбляются в Ишкар-Алу. И очень много теплых воспоминаний приносят с собой домой. Следующий тур для организованных групп, который мы тоже предлагаем нашим гостям, это тур «Две крепости, две судьбы», который рассказывает о двух городах нашей республики, о Ишкар-Але и о Казмодемьянске. Первый тур рассчитан на два дня. Туристы сначала приезжают в Ишкар-Алу поездом Москва-Ишкар-Ала, а на следующий день едут в город Казмодемьянск. Я думаю, что название Казмодемьянск немного кому известно, но уверена, что город Васюки из легендарного романа «Эльфа и Петрова 12 стульев» знают многие из вас. Так вот, Казмодемьянск – это прообраз города Васюки. И уже по слайду можно увидеть, что раз в год на фестиваль Бендериада Остап Бендер становится хозяином этого города, и туристы прямо со всех регионов нашей необъятной Родины приезжают для того, чтобы побывать в этом городе. А еще этот город можно назвать городом музеев. Такой, знаете, старинный купеческий городок, уютный очень на реке Волга, по узким улочкам которого можно гулять и набрести на очень интересные музеи. В Казмодемьянске находится музей «Мареного дуба», один из самых, который входит в число самых лучших частных музеев нашей страны. А еще в Казмодемьянске есть удивительный художественный музей имени Григорьева, который еще называют «Малая Третьяковка на Волге». И там в этом музее находятся подлинники Айвазовского, Поленова и многих других выдающихся русских художников. Я бы рекомендовала этот тур людям более старшего поколения, людям, которые... он такой более классический. Здесь есть активности и мастер-классы, но их уже меньше. Здесь туристы больше слушают, больше смотрят. И этот тур для тех, которые хотят... туристов, которые хотят посмотреть два разных города одной республики. Сейчас я бы хотела перейти еще к одному нашему туру. Это тур для сборных групп. Расписание этого тура представлено на нашем сайте. Дата этого тура. Тур «Лицы столиц. Ишкарала и Чебоксары». Я знаю, что достаточно сложно, наверное, уговорить туриста приехать в Ишкаралу и в Мариэл. Не все об этом знают. А вот название Чебоксары многим жителям нашей страны знакомо. Так вот этот тур позволяет посмотреть туристам два города, Ишкаралу и Чебоксары, две республики, Марийскую и Чувашскую, и познакомиться с двумя народами – Марией и Чувашими. Тур также рассчитан на два дня. В первый день туристы приезжают из Москвы в Чебоксары, знакомятся с Чебоксарами, обзорная экскурсия по этому городу. После этого посещают либо национальный музей Чувашии, либо музей трактора, который мы все чаще включаем в наши программы. Он очень нравится туристам. То есть в этом музее рассказывают о происхождении тракторов с момента задумки ими, когда-то давно еще Леонардо да Винчи, до самых современных тракторов сегодняшнего дня и каких-то уникальных тракторов, которые, возможно, в будущем будут построены. Музей нравится и взрослым, и детям, поэтому все чаще туристы просят включить именно его в программу, а не национальный музей Чувашии. И вечером туристы уезжают в Яшкаралу. Ночуют уже в Яшкарале, и в Яшкарале же на следующий день идет полная программа по нашему городу, включающая обзорную экскурсию, посещение музея имени Тимофея Евсеева с интерактивной программой, музей, национальную галерею с мастер-классом по приготовлению Марийского обелега и театр с органом. Тур действительно интересный, активный, тур, который позволяет туристам узнать два региона нашей страны, поэтому рекомендую его, отправляйте ваших туристов в сборный тур. Следующий тур тоже, о котором хотела бы рассказать, это уже тур для школьников. Школьников мы очень любим принимать фишкаралеем, здесь тоже всегда нравится. Туров для школьников на нашем сайте представлено очень много, это и однодневные туры, и двудневные туры. Я сейчас хочу рассказать о самом популярном туре «Загадки и шкралы». Этот тур также рассчитан на два дня, полностью подстраивается под московский поезд. В этом туре собрано, с одной стороны, все самое интересное, что есть в нашем городе и в республике, а с другой стороны, программа построена таким образом, что ребята не успевают устать. В этом туре мы знакомим туристов, знакомим уже непосредственно детей с красотами и шкралы, и обзорные экскурсии у них проходят в формате путешествия. А еще в этом туре очень много командных игр и мастер-классов. Так, например, проходит игра «Квест» в Царево-Кокшайском Кремле. У нас, кстати, самый молодой Кремль в России, построенный в 2009 году. А еще в этом туре проходит игра в музей истории города Ишкаралы «Уездный город Н». Раньше Ишкаралу называли «Царево-Кокшайск». Это первое название нашего города. Так вот, ребята в этой программе ходят по старинным улочкам древнего Царево-Кокшайска и узнают о традициях и обычаях местных жителей. А еще они играют в старинные игры, которые представителям музея рассказали нашим бабушке и прабабушке. И вот эта программа «Уездный город Н» ребятам нравится, наверное, из всего, больше всего и почему-то запоминается. Наверное, вот эти старинные игры, они на них так воздействуют, очень весело, очень шумно и запоминаются. А еще в этом туре мы знакомим туристов с нашим прекрасным театром. Театр, сейчас на слайде вы можете его увидеть, Республиканский театр кукол. Уже по картинке видно, что здание какое-то необычное, и театр сам по себе необычный. Действительно, это так. Он напоминает замок Нойш-Вайнштайн в Германии, в Баварии. И ребята, попадая в этот театр, чувствуют себя действительно в сказке. В театре ребятам рассказывают о куклах, потому что театр кукольный, рассказывают о разных видах кукол, как ими управлять, чем одна кукла отличается от другой. Показывают в музее театра тех кукол, которые принимали участие в спектаклях этого театра. И у ребят есть возможность поводить кукол, то есть самостоятельно, либо, если повезет, то увидеть репетицию того или иного спектакля. После театра, раньше мы его показывали только детям, но сейчас взрослые, которые приезжают, учителя, тоже остаются от него в полном восторге. Ну и на следующий день мы посещаем еще одно место в 10 километрах от Ишкралы расположенное. Это традиционный комплекс «Чудо-кони», конно-спортивный комплекс. Он построен в форме русской усадьбы, и там выращивают немецкие верховые пони. Очень часто, приезжая в этот комплекс, у нас туристы говорят, что лошади в нем живут лучше, чем люди. Это действительно так. Для лошадей там созданы идеальные просто условия. Для них создан солярий, тренажеры. Для них там специально создают мюсли. И ребята совершают экскурсию по этому комплексу. У них есть возможность погладить лошадей, покормить лошадей, а в конце экскурсии каждый катается на лошади в манеже. Экскурсия также самая запоминающаяся. Лошади просто добрейшие животные. Ну и, конечно, после экскурсии настроение у всех самое приподнятое. Вечером с второго дня ребята уезжают в Москву. И я думаю, что этот тур тоже по праву заслужил внимание всех наших школьных групп. Если у вас будут школьные группы, отправляйте загадки и шкралы. Рекомендую. Следующее направление, которого бы я хотела коснуться, это сектор корпоративного отдыха, сектор МАИС. С этим сектором мы тоже очень любим работать. Работаем здесь по следующим составляющим. Во-первых, мы организуем экскурсии, всевозможные вебинары, семинары, обучающие программы для различных компаний с экскурсиями и досуговой составляющей. Вторая часть, с которой мы работаем, это организуем для различных компаний так называемые спортивные туры, оздоровительные туры. Это йога-туры, зомба-туры. Вообще мне хочется сказать, что Республика Мариэл и Шкарала славятся своей прекрасной природой. Да, мы не Карелия, но у нас на территории Республики Мариэл более 600 озер. Озера прекрасные, самые необычные. И очень много объектов размещения, расположенных на этих озерах. Так вот, очень разные компании любят проводить вот эти йога-зумба-туры. Вот сейчас на слайде у вас как раз йога-тур на вот этих объектах размещения на наших озерах. Помимо этого, у компании «Шелковый путь» имеется три собственных коттеджа на озере Мадарское в Республике Мариэл. И если компания хочет выехать не очень большая, то мы размещаем наших туристов там, наших представителей различных корпораций. Если эта компания очень большая, то ищем размещение в других объектах на территории озер нашего региона. И третья составляющая, по которой мы работаем с корпоративными туристами, это организуем так называемые спортивные соревнования, тимбилдинги, катание на квадроциклах и проведение различных праздников, такие как Новый год, День фирмы, или, может быть, 8 марта, или Масленица, вот недавно проводили для одной из крупных компаний нашего города. Поэтому, если у вас будут туристы, которые захотят чему-то обучиться, провести какой-то семинар, конференцию, просто тимбилдинг за пределами своего региона, то милости просим в Ишкаралу, в Мариэл, и с удовольствием для них организуем программу. Сейчас несколько слов я бы хотела сказать о средствах размещения Ишкаралы. У нас в Ишкарале всего две гостиницы, которые имеют официальную категорию 3 звезды, и нет 4-х и 5-ти звездочных гостиниц. Трехзвездочные гостиницы – это гостиница Эврика и гостиница First Train. Наша компания работает абсолютно со всеми гостиницами. Сейчас на слайде у вас представлена гостиница Эврика и гостиница Никитин. На наш взгляд, самая лучшая гостиница в регионе – это гостиница Эврика. У гостиницы есть свой зал для проведения конференции, очень хорошие номера, она расположена в центре города, на нешумной улице, поэтому вот эту гостиницу рекомендуем в первую очередь. Также у нас есть новая гостиница, гостиница Никитин, расположена рядом с пешеходным бульваром Ишкаралы, построена в очень хорошем, недавно она построена, свежие номера, отличный номерной фонд, разные категории номеров построены в стиле лофт. Ее тоже рекомендуем, с удовольствием с ней работаем, и ваших туристов, если поселить в этой гостинице, нареканий точно не будет. Следующая гостиница, с которой мы тоже работаем, это гостиница Вирджиния, тоже она расположена в центре города, разные у нее категории номеров, неплохой вариант, очень много там номеров, поэтому большие группы можно размещать. И гостиница Амак Сити Отель, с которой тоже с удовольствием работаем, чуть проще номерной фонд у этой гостиницы, небольшие номера, она чуть дальше от центра расположена, прекрасный шведский стол, завтрак, ну и, конечно же, так как она чуть попроще, то цены на нее намного приятнее. Туристам тоже нравится, большие группы можно размещать, все они там хорошо очень умещаются. Единственный такой момент, дорогие коллеги, хочу, чтобы вы имели в виду, номерной фонд у нас не такой большой в городе, поэтому если ваши туристы планируют совершить поездку в майские праздники либо на Новый год, то гостиницу лучше бронировать заранее, группу лучше тоже бронировать заранее, потому что часто бывает такое, что группа бы или туристы бы приехали, в ноябре начинаются заявки на Новый год, а к этому моменту разместить группы мы действительно уже не можем, потому что места в таких объектах заняты. Если это не праздники, то, в принципе, проблем с размещением вишкороле не бывает. В заключение хотела бы сказать, дорогие друзья, все эти программы, о которых я сегодня говорила, и наши другие многочисленные программы размещены на сайте селквей12.ру, прием вишкороле. Там вы можете найти всю подробную информацию. Также у нас там указаны наши контактные адреса, имейл-адреса, наши телефоны, наши группы в ВКонтакте и в Инстаграм. Вступайте в наши группы, там мы очень быстро отвечаем и на все заявки, и на все вопросы. Очень быстро стараемся всегда обрабатывать ваши заявки. Есть такое негласное кредо нашей компании ответить на любой вопрос, на любую заявку в течение 15 минут. Поэтому, если будут какие-то вопросы, пишите, звоните, всегда с удовольствием отвечаем. Если у вас возникают запросы представленного тура на нашем сайте, нет, тоже звоните нам. Всегда с удовольствием подстраиваемся под конкретные интересы группы и туристов, и ваши. Обязательно, если хотите что-то убрать, или добавить в программу, тоже всегда идем навстречу. Ну и, конечно же, отправляйте ваших туристов в Ешкар-Алу. Нам есть чем вас удивить, и с удовольствием вас здесь встретим. Ну а сейчас, дорогие друзья, я бы хотела... Да, давайте я сейчас сначала отвечу на ваши вопросы, которые у вас возникли по ходу вебинара, а после того, как я отвечу на вопросы, мы с вами разыграем подарок от нашей компании. Сейчас я посмотрю по вопросам и постараюсь на них на всех ответить. Если туристы не из Москвы, а из региона, то программа как будет построена? Включен ли в стоимость тура трансфер с вокзала? Смотрите, коллеги, если туристы не из Москвы, а из какого-то другого региона, если они могут приехать на вокзал, соответственно, Казани или Чебоксар и там. Либо мы их можем забрать, если это индивидуальные туристы, то забираем на небольшом автомобиле, если это большая группа туристов, то забираем на туристическом автобусе, привозим в Яшкаралу, и уже программа начинается с момента приезда в Яшкаралу. Полностью все вот эти программы могут быть подстроены под время прибытия в Яшкаралу, то есть если в Казань или в Казань поезд приезжает во второй половине дня, соответственно, программа в Яшкарале по туру начнем тоже со второй половины дня, либо, может быть, со следующего дня, если совсем туристы поздно приезжают. Включен ли в стоимость тура трансфер с вокзала? Да, трансфер включен. В те цены, которые указаны на сайте, у нас указаны цены с транспортным обслуживанием и без транспортного обслуживания, но, как правило, трансферы включены с вокзала, если иное не предусматривает программа. То есть если она полностью без транспортного обслуживания, туристы едут на своем автобусе, никаких дополнительных трансферов там не заложено. Рекламники для турфирм проводим. Если, да, если будем проводить рекламник, мы обычно их планировали на весну, в этом году рекламный тур у нас не состоялся из-за коронавируса. Если рекламный тур будет проведен осенью, то обязательно сообщим об этом дополнительно и на нашем сайте, и в соцсетях, и сделаем рассылку. Так, где находится кумысная ферма? Кумысная ферма находится в 10 километрах от Ешкаралы. Комиссия 9% для турфирм. Коллеги по сборным турам. Комиссия 10% для туристических компаний. По турам для организованных групп цены на нашем сайте даны netto. Для иностранных туристов есть ли гиды с другими языками? У нас в Ешкарале есть гид с английским языком, аккредитованный экскурсовод прямо в нашей компании, моя коллега. Для других туристов есть у нас еще аккредитованный экскурсовод с финским языком в городе. И пока других языков у нас нет. Поэтому у нас были группы с Японией, у нас были группы с Австрии, вот коллеги мне подсказывают, но они приезжали со своими экскурсоводами, со своими представителями, и их представители уже переводили, получается, с русского на их языке. Так, есть у нас еще вопросы. Квест-туры для школьников и взрослых проводите. Вы знаете, гастрономические квесты у нас и для школьников, и для взрослых. Квесты в Кремле, там программы пока только для школьников. Но, возможно, что-то еще появится, потому что постоянно работаем в этом направлении, и, возможно, для взрослых тоже что-то будет. Так, еще вопросы есть. В гастрономический тур театр входит. Давайте моя коллега подскажет ответ на этот вопрос, потому что у меня сейчас сайта нет перед глазами, для того, чтобы точно не вводить в заблуждение. Она вам напишет, сейчас в чате входит гастрономический тур в театр или нет. Но, помимо этого, если у вас какая-то организованная группа, вы видите в тур на сайте, и вы, например, хотите в этот тур включить еще и театр, конечно, мы включим театр. Это уже без вопросов. То есть можем вместо какого-то другого компонента либо просто к туру добавить еще и театр. Так, еще у нас, вижу, кто-то пишет вопрос. Так, еще вопросы. Ну, а вообще, Нижкар-Алай и Мориал, так, гастрономические туры только на основе национальной кухни или есть другие? Да, гастрономические туры только на основе национальной кухни. Марийская кухня в республике Мориал. Русская кухня тоже. То есть угощаемые русской и марийской кухней, но татарской, чувашской, какой-то другой нет у нас. Делатели трехдневной заявки Казань, Чебоксары и Шкар-Ала. Да, конечно, делаем. Тоже у нас популярный тур «Три столицы» и Шкар-Ала, Чебоксары, Казань. Делаем такой тур, делаем. Еще вот вижу, что Юлия печатает вопрос. Вообще, рассказывать «Три столицы» можно бесконечно, «Республики Мориал» тоже можно бесконечно. Много у нас всяких интересных мероприятий всегда проходят. Да, «Три столицы» – самый популярный тур действительно. Но есть у нас еще и уникальные туры, помимо «Трех столиц». Это вот «Гастро-тура», о котором говорила. Самый, наверное, тоже известный тур нашей компании. Так, ну, на вопрос я тогда отвечу еще по ходу, а сейчас хотела бы провести небольшой конкурс. И призом в сегодняшнем конкурсе, так как я подробно очень рассказывала о гастрономических местах и гастрономических турах, будет также небольшой гастроприз. Сегодня мы подарим вот этот мармелад «Ешкин кот», который тоже очень популярен как сувенир зешкролы. Он очень вкусный. Три вида мармелада. Здесь черная смородина, облепиха и клюква. Гастронабор. Это иван-чай, который тоже собирается в самых экологически чистых уголках нашего региона. Иван-чай мы подготовили с имбирем для того, чтобы активизировать ваш иммунитет. И в этом гастронаборе будет конфеты «Птичье молоко». Это тоже еще один вкусный гастросувенир, который туристы всегда привозят из «Ешкаролы». «Птичье молоко» нашей «Ешкаролинской кондитерской фабрики». Очень оно вкусное. Вот это и вот такой вот небольшой пакет. Пакет с «Ешкаролой» с достопримечательностями, с красотами «Ешкаролы». Все это я сейчас сложу в пакет, и все это достанется одному человеку. Первому человеку, который ответит правильно на мой вопрос. Итак, я жду вашего ответа. Сегодня я очень много и подробно говорила о «Марийской кухне». Итак, кто первый правильно ответит на вопрос, что является национальными марийскими блюдами? Три, три, три. Ответ, да, правильный ответ должен быть состоять из трех вещей. Вот вижу правильный ответ. Два человека ответили. Так, два блюда назвали. Так, мои коллеги сейчас посмотрят, кто был первый, что ответил правильно на вопрос. И у этого человека попросят домашний адрес, фамилию, имя с индексом для того, чтобы передать этот наш прекрасный гастронабор. Так, а я сейчас посмотрю еще на ваши вопросы. Так, вот коллеги мне подсказывают, что Дмитрий Охотский был первый, кто ответил правильно и назвал три национальных блюда, которые я сегодня упоминала в презентации. Дмитрий, пожалуйста, напишите ваш адрес, телефон. Либо свяжитесь с нами на электронную почту, либо сейчас напишите вашу полностью фамилию, имя, отчество. Да, приз действительно очень вкусный. Видела я еще вопрос. Вот, да, какие продукты республики можно советовать как сувениры? Вот часть из этих продуктов, я сегодня уже вам показала, они входят в наш гастронабор. Помимо этого, есть у нас еще и горячительные напитки. Есть у нас традиционная водка «Ешкин кот», которая тоже является символом Ишкаролы. Ее с удовольствием туристы привозят в качестве сувениров. Есть у нас бальзам «Агни Морел», который тоже туристы берут с собой. Это тушенка, марийская тушенка из Каролинского-Звениговского мясокомбината. И есть у нас прекрасные сыры, о которых сегодня тоже рассказывала. Сыры Севернорского завода самые-самые разные. Это и Севернорский сыр для жарких халумис туристы любят привозить с собой, и Севернорская рикотта. Вот это самое вкусное, что есть у нас в регионе, в Ишкароле, что можно брать с собой. Где находится ферма с пони? Ферма с пони находится также в 10 километрах от Ишкаролы, совсем здесь рядом. Но это не обычные пони, не шотландские пони. Они не маленькие. Это высокие пони, которые практически похожи на больших лошадей. Итак, дорогие друзья, дорогие коллеги, спасибо за внимание, спасибо за сегодняшний вебинар, спасибо за то, что вы были такие активные, задавали так много вопросов. Поздравляем, Дмитрия. Вам отправится наш вкусный гастронабор. Сейчас у нас с вами будет небольшой перерыв для того, чтобы в 14.00 мои коллеги продолжат знакомство с Ишкаролой, с республикой Мариел, расскажут вам еще сегодня очень много нового, интересного, я надеюсь, полезного. И мы будем ждать ваших туристов в нашем прекрасном уголке России. И поверьте нам, есть чем уделить и вас, и ваших туристов. Всего доброго и до свидания. Продолжение следует...